Система линейных уравнений Что такое система линейных уравнений Прежде чем мы познакомимся с системой линейных уравнений Давайте вспомним уравнение вообще Что такое уравнение и его свойства Определение Уравнение это равенство Содержащее одно или несколько переменных Первое, что мы с вами изучили Это уравнение с одной неизвестной Это запись выглядит таким образом Ах равно b Где х переменная Это линейное уравнение с одной переменной Х переменная Второе Давайте посмотрим Ах плюс bу Равно с У нас появилась еще одна переменная Величина у Это будет линейное уравнение С двумя переменными Далее Свойства уравнений Давайте вспомним, какие свойства уравнений Мы с вами изучили Если в уравнении перенести слагаемое из одной части в другую Изменив его знак То получится уравнение равносильное данному То есть из левой части в правую мы переносим Какие-то слагаемые И если при этом изменим знак То ничего не изменится Мы получим уравнение равносильное данному И второе Если обе части уравнения умножить и разделить на одно и то же Отличное от нуля число То получится уравнение равносильного данного Вот эти вот свойства уравнений Мы будем с вами постоянно использовать При решении уравнений Вообще и систем линейных уравнений В частности Итак, изучаем сегодня Именно сегодня Система уравнения Система уравнения Некоторое количество уравнений Объединенных фигурной скобкой Значит, система уравнений Называется Некоторое количество уравнений Объединенных фигурной скобкой Фигурная скобка Означает, что все уравнения Должны выполняться одновременно Решением системы уравнений с двумя переменными называется пара значений переменных, обращающие каждое уравнение системы в верное равенство. Именно это мы обучаем. Итак, системой уравнений называется некоторое количество уравнений, объединенных фигурной скобкой. Итак, давайте смотрим. Система линейных уравнений с двумя неизвестными. Сумма двух чисел, давайте мы сейчас с вами составим такую систему, исходя из этой задачи. Сумма двух чисел равна двенадцати, а разность двум. Найдите это число. Мы говорили с вами, что можно составить математическую модель. Мы сейчас этим и займемся. Но эта модель как раз нам и даст систему уравнений. Пусть х первое число, а у второе число. Тогда получается сумма чисел х плюс у равняется двенадцать, одно уравнение. Разность чисел равняется х минус два. Это второе уравнение. И эти два уравнения у нас составят систему. Вот так. Они должны решаться одновременно. И при одних и тех же значениях, вот это равенство и первое и второе уравнение должны дать верное равенство. Что значит решить уравнение? Решить систему уравнений значит найти все ее решения, либо доказать, что их нет. Давайте посмотрим. По разночениях 7 и 5 являются решением данной системы. Ну, действительно, давайте посмотрим, что у нас там. Получается сумма должна дать нам двенадцать двух чисел. 5 и 7 дают 12. 7 отнять 5 дает 2. Все правильно? Правильно. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Я маленько назад открутился. Пара значений 7 и 5 являются решением данной системы. Давайте смотрим. Вот у нас 7 плюс 5, 12. 7 минус 5, 2. Решением системы уравнений с двумя переменами называется пара значений переменных, при которых оба уравнения системы обращаются в верное равенство. Вот это и есть система линейных уравнений. И дальше мы с ними будем работать. Если мы с одной переменной могли просто взять и решить уравнение, то с двумя переменами просто его решить нельзя. Будем решать только системой. Запомнили, да? Ну и далее. Существуют способы решения систем линейных уравнений. С двумя неизвестными. В данном случае мы рассматриваем. Один способ. Первый. Графический. Второй способ подстановки. И способ сложения. Это то, что мы подробно будем изучать, и будем использовать при решении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...